Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня проблемы в отношениях очень частые ссоры уже довольно давно, мы пытались решить, но не получается. Что делать в такой ситуации? Мы пытались решить её, разговаривали об этом. Поначалу всё будет хорошо, потом спустя время опять начинается ссора. Именно по этой причине мы постоянно расходимся. В чём может быть причина частых ссор? Ну, для начала, чем может быть проблема частых ссор? Для начала давайте мы с вами постараемся выделить две вещи. Первая, это причина ссор. Из-за чего конкретно вы ссоритесь. Второе, это, собственно говоря, ваш личный вклад в ссору. То есть в отношениях участвует несколько человек. И вы лично вы вносите какой-то свой определенный вклад в, скажем так, конфликт. ссору вы вносите определенный вклад. И первое, с чего нужно начать. Это, конечно, поисследовать какой конкретно вы вносите вклад в ссор, в конфликт. Вот. Потому что здесь совершенно очевидно, на мой взгляд, что этот самый вклад вы вносите оба. или если людей в отношениях больше, то все люди. Ну, в данном случае я думаю, что это классическая. Такой классический вариант. Ну, отношения. Поэтому понять, увидеть свой вклад необходимо. Следующий момент, это способ коммуникации. То есть это то, как я коммуницирую с партнером. Какие я использую способы, средства, вербальные, например, или невербальные. Для того, чтобы донести человеку свои эмоции, свои чувства. То есть вот иными словами, как я это делаю. Вот. Как конкретно я это делаю. Как конкретно я говорю о том, что меня беспокоит. Вот. Ну, как видите, это несколько. Взаимосвязанные. Эм. Понятие взаимосвязанные элементы. Потому что. То, что вы. Точнее. Точнее. То, как вы. Говорите. О том, что вас беспокоит. Напрямую. Напрямую зависит от. Причины. Напрямую зависит от. Напрямую зависит от. Основания. для. 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 Ну, для фора. Ооо. И поэтому так важно понимать. Из-за чего вы конкретно ссоритесь? Важно увидеть итог, как вы реагируете на то, что говорит ваш партнер, как вы реагируете на его слова, на его высказывание, на его точку зрения, на его мнение и так далее. Немаловажным аспектом является то, какие чувства преимущественно вы испытываете, находясь рядом с человеком. Какого рода эти чувства? Потому что если ваши чувства преимущественно негативные, ну, например, тревожность, например, злость, ну, может быть, что-то еще. То вполне возможно, что дело и не в ваших отношениях, а вас. И здесь мы плавно переходим к тому, действительно, из-за чего люди ссорятся. В первую очередь это страх близости. Эмоциональные близости, физические близости, интимные близости, психологические близости. В данном случае, как бы, психологические и эмоциональные близости, действительно, являются по смыслу довольно смежными понятиями. Ссоры являются способом и довольно хорошим способом снять напряжение. То есть, когда люди ссорятся, они снимают напряжение, в том числе, сексуально. То есть, если я боюсь интимного контакта, то мне проще поссориться, заменить, значит, ну, собственно, интимный контакт. Контактам, вот, такого рода, и я находюсь в относительной безопасности. Вот, при этом, ну, как бы, не оказываюсь, да, не подвергаю себя чему-то, чему я боюсь или не хочу подвергать. Вот, ну, и немаловажным моментом является наличие у ссор так называемой вторичной выгоды. То есть, это то, что я получаю от конфликта. Вот. Ну, например, что-то себе разрешаю, может быть. Вот. То есть, тут нужно смотреть именно на вторичную выгоду от ссори. Вот. До тех пор, пока вторичная выгода присутствует, до тех пор, пока вторичная выгода будет, а она есть, иначе бы вы не ссорились на постоянной основе. Вот. До тех пор, пока вторичная выгода присутствует, ссоры не закончатся. Следующий важный момент. Это отсутствие личностного взаимодействия между людьми, между партнерами. Иными словами, речь идет об отсутствии понимания того, кто передо мной. То есть, я не очень хорошо знаю своего партнера. Я не очень хорошо понимаю своего партнера. Вот. То есть, не очень хорошо знаю его историю. Например, не очень знаю хорошо о том, что он, ну, допустим, за человек. Вот. Не очень хорошо понимаю, чего он хочет. То, что я сейчас говорю, ни в коем случае не нужно воспринимать как обвинение. Обвинять я вас не пытаюсь, мне это не нужно. Но донести до вас вот эти истории я обязан, потому что вы обращаетесь к нам, в общем-то, с вопросом, с запросами. Вот. Необходимо, чтобы вы, так скажем, вместе со своим партнером, обратились к психологу. Вот. И поисследовали бы то, что между вами происходит. Да? Поисследовали бы этот момент. Сложного ничего нет. То есть, ну, вы расскажете... Кажбей, я так думаю, свою версию ситуации. Вот. Вот. Идеально было бы, ну, на мой взгляд, идеально было бы, если бы вы... Говорили правду. Вот. То есть, ну, мы старались там чего-то скрыть. И так далее. Говорили бы. А говорили бы, вот как есть. Да? Это было бы замечательно. Потому что... Не всегда... Не всегда... Люди так поступают. Вот. Было бы очень хорошо... Если бы вы... Если бы вы... Узнали бы друг друга... Как-то... Получше, возможно... Несколько... С неожиданной для себя стороны. Вот. Для этого... В принципе... Используются специальные приёмы. Вот. И... Пожалуй, на что ещё... Я хотел бы обратить внимание, это на то, что... Естественно, я не знаю, обратитесь ли вы к психологу за помощью. Потому что... Здесь вы интересуетесь... В общем и целом... Только причинами. То есть, вы говорите, какие причины. Вот. Постарайтесь заметить... Какие чувства к партнёру вы испытываете вообще. И... В следующий раз... В следующий раз, когда... Возникнет... Вот... Ну... Так... Такая ситуация, где вы... Ссоритесь... Попробуйте остановиться и задать себе вопрос. А чего сейчас я хочу? Чего сейчас конкретно я хочу от... Соб... Своего... Партнёра. А... Вот. То есть, как бы... Ну... В чём я... В чём я нуждаюсь? И... Постараться ему это озвучить. Потому что ссора... Ссора в том числе... Это неумение... Говорить... Неумение говорить о том... Что меня беспокоит. Вот. Ссора это неумение... Неумение... А... Выражать... Свои... Переживания. Потому что... А... Ну... Ссоры это защита. Таким образом... Вы защи... А... Защищаться. Понятно, что... В какой-то степени... Это есть иллюзия, потому что... Ну... Защититься... Полностью... Невозможно. Вот. И... Вы... Ну... Как мне кажется... Об этом знаете. То есть, вы... Вероятно, догадываетесь, что полностью защититься-то нельзя. Собственно, по этой причине, вы... А... Ну... По этой причине, вы можете... А... Повторять ссору. А... Вот. Потому что, зная, что... Защититься нельзя, но... Не имея... А... Другого способа... А... Так скажем... Что-то с этим сделать... Вот. Вы выбираете единственно... Единственно возможный для себя вариант. Пускай даже этот вариант... Деструктивный, вредный... Неприятный, разрушающий... И так далее. Вот. Ну, в целом... В целом, я бы сказал, что... По моим предположениям, вы... А... За своим партнером, по-видимому, достаточно... Узко... А... Воспринимаете... А... Воспринимаете... Воспринимаете друг друга. Ну, давайте скажем так... То есть, по моим предположениям, вы воспринимаете друг друга... Ну, давайте скажем так... Односторонним. Вот. Такое вот одностороннее восприятие друг друга получается. Ссора, это недостаток. Взаимодействие друг с другом. Когда люди взаимодействуют друг с другом, только... Какой-то одной... Или несколькими сторонами. Ну, например. Взаимодействуют только как мужчина и женщина. Например. Взаимодействуют только как муж и жена. Взаимодействуют только как... интимные партнеры и при этом, при этом, больше не взаимодействуют никак. То есть, остальная часть личности остается как бы за кадром, вот, ну, само собой, что людей подобное не устраивает, люди чувствуют неудовлетворенность, люди чувствуют некую фрустрацию, фрустрированность, вот, но говорить об этом не умеют, особенно если общение как-то уже устоялось. То есть, иными словами, менять что-либо практически всегда страшно. Есть подозрение, что партнер не поймет, отвергнет, посмеется, скажет что-то не то, не так, обидит. Такое, кстати, бывает, только нужно помнить, что, ну, как правило, специально никто обидеть никого не хочет. Именно специально. Но, конечно, обиды все же происходят. И если у меня есть опыт, если мой опыт взаимодействия с обидами такой, что, как правило, я в них остаюсь один, я чувствую себя в них один, я чувствую себя в одиночестве, то, конечно, я буду ссориться, лишь бы только не оставаться в одиночестве с этим, один на один. Это страшно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что это позволит вам начать работу и вашему партнеру. Так же вы можете предложить контакты, предложить, во-первых, послушать мой ответ, во-вторых, так же предложить поработать. Лишним это в любом случае не будет. Вот. Ну что ж, обращайтесь за помощью. Всего самого доброго вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok